Как-то оно пахнет и какое-то оно напустит. Так, вот как-то все бывает. Одна интересная ситуация. Дело в том, что люди, которые что-то говорят, и они говорят правду, они поступают следующим образом. Слова, которые они говорят, они связывают с этим опытом. Они говорят, да, я это видел, да, я это слышал, да, я это чувствовал, я об этом могу поговорить. А вот лжецы, которые говорят неправду, они делают все возможное, чтобы вас в этот внутренний опыт не пускать. Они не позволяют нам прикоснуться к этому опыту. И вот отсюда, когда мы говорим о детекции лжи, когда мы занимаемся не глобальными истинами, а тривиальными истинами, то можем сказать только одно. Работа в детекции лжи – это всегда работа с состоянием. Что значит работа с состоянием? Работа с тем состоянием, когда человек тебя не пускает вот к этому опыту. Если мы скрываем эту информацию, метафора этого покера, да, человек же не показывает вашу карту. Покер фейс – это что? Это не желание вам показать данную информацию. Эта информация, вот это вот действие может выглядеть каким образом? Проявляться как невербальный. И эта информация может проявляться как лингвистический. Ты где был, милый? Что так поздно? Ну, что значит был? Душу и сердце, где всегда с тобой? Ответ, конечно, на свой вопрос. Это хорошо. Ты на мой ответь, пожалуйста. Ты где был, милый? Что так поздно и почему у тебя пахнет женскими духами? Ну, понимаешь, а почему от меня не могло пахнуть женскими духами? Идея понятна, да? И, скорее всего, лингвистический невербалик точно так же будет говорить о том, что человек осознанно не пускает вас эту информацию. Он не выдавил то, что он видел, да? То, что он слышал, то, что он чувствовал. Итак, Маркок, о чем идет речь, друзья мои? Сразу хочу сказать. Мы с вами на протяжении нашего тренинга будем учиться не жить в гипотезе, не верить словам. Да, говорить слова можно какие угодно, но помните, что мы должны опираться вот на этот реальный сенсорный опыт. И сейчас мы с вами будем говорить уже о первых системах описания этого сенсорного опыта, потому что без этой системы описания двигаться дальше очень и очень сложно. Потому что, еще раз повторюсь, без этой системы описания двигаться дальше очень сложно. Мы будем описывать весь мир через критерии. Критерии – это та хрень, которая описывает в мире что-то однозначное. Если критерии описывать ситуацию каким-либо неоднозначным способом, он теряет всяческий смысл. Мы о критериях не договоримся. Вижу, слышу, чувствую. Альфа-кторный нюх. Как-то пахнет нюх, нос. Какой это на вкус. Вкус, запах.